Армяно-азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Об этом в ходе саммита Восточного партнерства заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена», – отметил президент. При этом армянский премьер Никол Пашинян попытался помешать выступлению, выразив недовольство экстрадиции Рамиля Сафарова в Азербайджан и тем, что в стране его воспринимают как героя. Ответ Пашиняну не заставил себя долго ждать. «То, о чём я сказал в своём выступлении, является исторической правдой, основанной на резолюциях международных организаций. Во-первых, всем известен тот факт, что Армения оккупировала территорию Азербайджана. Во-вторых, не советовал бы премьер-министру Армении говорить о расизме, так как армянские террористы известны во всём мире. Человек по фамилии Карапетян, совершивший террористический акт в парижском аэропорту Орли, впоследствии был экстрадирован в Армению и помилован президентом Армении. Именно поэтому я бы рекомендовал ему сидеть тихо, когда идут обсуждения по таким вопросам. На этом завершаю своё выступление». Таких примеров много. В Армении неоднократно возводили преступников в ранг героев, считают аналитики. «Можно вспомнить террориста Монте, который возведён был в Армении в ранг героя. Можно вспомнить, как армянские террористы взрывали в Азербайджане вагоны, автобусы, сбивали вертолёты с гражданскими лицами, которых эвакуировали из Шуши. И при этом этих людей возводили в ранг героев». По мнению политологов, лидеры Армении привыкли выдавать ложь за истину. «Как говорится, если живёшь в стеклянном доме, то не надо кидать камни соседней. Я думаю, что президент Алиев очень доступно, в том числе и для участвующих, наблюдавших эту дискуссию европейцев, поставил Николу Пашиняну на место». «Ссылаться сегодня на какой-то инцидент, произошедший в Венгрии, был просто глупо, примитивно и недостойно уровня премьер-министра страны, потому что Европейский суд не обвинял Азербайджан в каких-либо преступлениях. Просто премьер-министру Армении надо внимательно ознакомиться с документами. А документы работают сегодня против Армении». Пашинян в очередной раз оказался в проигрышной ситуации перед приведёнными президентом Азербайджана вескими фактами, основанными на исторических реалиях. А это во всех случаях нежелательная ситуация для любого главы правительства.